Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мои видео. В этом году это последнее видео будет у меня, вот, ну и последняя кукла-новинка. Дальше я не знаю даже вообще, останется ли у меня работа вообще, и будут ли у меня куклы еще. Но я думаю, что кукол не будет, ну как, вот таких вот, то есть только Enchantimus, вот. Просто вот я решила купить в Новый год, на Новый год себе подарок, именно вот эту вот куклу, Лолу, Снапстар, потому что из всех троих, вот этих вот, да, ой, троих, шестерых кукол, вот из этих вот Снапстар, мне понравились именно три куклы из них. Это Изи, Юки и Лола. Вот. А вот этот вот Деван, или Даван, не знаю, Аспин и Эсхо, они мне не понравились, особенно вот Аспин. Как-то выглядит, не знаю, как хиппи какая-то, блин, вот. Поэтому, вот, ну, захотелось вот именно Лолу купить, вот, себе на Новый год, вот. Ну, я рассчитывала ее купить, как бы, в 20-х числах. Ну, то есть, да, где-то 20-го числа, но вот я не смогу купить в эти выходные, да, в 20-х числах, вот. Вот, эту куклу, как бы, я узнала сегодня, ну, как для меня это плохие новости, вот, потому что, как бы, работница уезжает в Москву, там у нее, ну, девушка, которая меня заменяет по выходным на работе, вот. Вот, она, у нее 16 декабря день рождения, ну, это, как бы, мои же рабочие дни, но она, наверное, будет справлять их выходные и уезжает в Москву с подругой. То есть, не знаю, у нее, вообще-то, основная работа есть, как бы, ну, она в садике воспитательницы работает, вот. И она там с понедельника по пятницу работает, но не полные, конечно, дни там, вот. И в субботу Ксения, вот, она к нам устроилась, вот. И она уезжает, как бы, с 19-го, ну, 19-е и 20-е, так это же, как бы, идет четверг и пятница, как-то ее отпустили с садика уехать. Уезжала бы тогда, брала бы отпуск в садике, и все, там уже, наверное, не одна она, а одна нянечка. И 16-го бы уезжала по пятницу, и все. Ну, вот она уезжает в выходные, не сможет работать именно 21-го и 22-го, вот. Я буду работать 6 дней, и причем не один раз так, а второй раз, то есть, там, моя сестра, конечно, выйдет еще в воскресенье, ну, чтобы дать хотя бы мне один день отдохнуть, потому что, ну, две недели без выходных сложно же работать. Вот. Ну, и потом, на следующей неделе, к Новому году, оказывается, у нее в садике в этом, ей поставили за место 31-го, то есть, работать, они будут работать там 28-го в субботу, она тоже не сможет работать, вот. И тоже я буду 6 дней, но 29-го, она сказала, выйдет, вот. Ну, она сказала, что еще когда-нибудь выйдет по будням, потому что у них там по 8-е число отдыхать, а вот у нас только, по-моему, на рынке 1-го и 2-го, вот, отдыхаем, потому что, как бы, это рынок новый, я не знаю, как там отдыхается, но, кажись, 1-го и 2-го, потому что я искала в интернете информацию, я не нашла, там только за 2014 год, а сейчас тоже 2020-е будет, вот. Ну, я думаю, что 1-го и 2-го так же отдыхаю, наверное, все-таки, вот. Ну, а там еще будут выходные, она все-таки, наверное, и будет работать тоже дальше, там 3-го я выйду, а 4-го, 5-го буду отдыхать, вот. Ну, поэтому последние 2 недели у меня по 2 выходных, а дальше я буду работать прям до Нового года, там, с одним выходным, и не хочется тратить его на обзор, и поэтому я, вот, купила, вот, сейчас вот эту куклу, и не буду, не стала ждать 20-х чисел, и купила и сейчас, вот. Поэтому на этом, как бы, завершение кукол заканчивается, вот, последняя кукла в этом году. Ну, а может вообще, потому что у меня реально места нет, вот эту вот куклу я не знаю, куда вместить. Я с трудом всех втемяшила, вот так вот, прям, вминала руками туда, прям, до такой степени, то есть ставила, что там не хватает вообще места, то есть, поэтому это даже не в деньгах дело, или там в работе просто нет места уже. Да и желание у меня пропало покупать кукол. Ну, мне радует уже как-то, ну, даже если и возникнет желание, можно залезть в шкаф, достать какую-нибудь куклу старую, которую ты давно уже не брала в руки, и ее пофоткать, например, или заняться ей, там, потискать ее. Вот тебе и новая кукла, потому что я очень давно, например, не брала. Вот даже Брайер свою, Бьюти, любимую, которая там, первый выпуск, вот, базовая. Вот так можно взять, да, и что-нибудь там попридумывать с ней, потискать ее, там, пофоткать, всяко там. И вот, вот так вот можно и делать, что если захочется новую куклу купить, открыл шкаф, достал какую-нибудь куклу, и берешь ее, как будто и купил, как будто в магазин сходил. Нужно представить даже, что ее у тебя не было. Вот. Ну, в общем, ладно, долго не буду рассказывать, потому что сегодня я вот с работой прибежала, быстро сниму, потому что мне не хочется тратить эти выходные тоже, бегать по магазинам, покупать, искать ее, да и ее может и не быть потом, вот, поэтому вот купила сейчас. В общем, это кукла Снапстар Лола. Ну, при распечатке я ее, конечно, не очень, она мне понравилась, потому что парик, ой, этот, ходуном ходит, он вот здесь торчит, я не знаю, конечно, волосы были вообще вот так вот все смятые туда и заклеены этой, зашиты ниткой и заклеены такой этой, пластиковой такой штукой, ну, которая заклеивает волосы, чтобы, когда длинные они, и зашиты еще ниткой, вот этот вот пластик на волосах. Вот, поэтому, ну, не знаю, может, они лягут, но они мятые, видите, вот от этой вот штуки. Мыть я не знаю, как это мыть, потому что это парик. Вот, ну, может быть, все-таки и вымою, потому что, ну, надо, чтобы они вот так легли, видите, чтобы вот это вот было незаметно все. Вот. И вообще, он как-то отстает от головы, видите, если его вот так вот нажать, надавить, он должен быть вот так плотно сидеть, а вот здесь так неплотно сидит. Вот, поэтому, вот это вообще, по-моему, должна быть вот сюда вот так, а она как-то сюда. Вот, в общем, то есть, если, ну, мне она не очень как-то теперь хотела сначала, да, ее вот, а когда распечатала как-то, мне очень не понравилось. Больше всего здесь классная, конечно же, изи. Ну, может, я ей что-нибудь придумаю, вот так завяжу ей. Вот, вот сюда вот. Или помою все-таки волосы, или они лягут после распечатки нормально. Вот, вроде вот так вот я вот сейчас расчесываю, так вот делаю все это вот. Вроде бы они ложатся. Ну, не знаю, я, наверное, все-таки помою. Переэкспериментирую, может, так прядь возьму одну. Я думаю, что они не выпадут, потому что мыть-то я весь не буду окунать, я только вот здесь вот так вот, откуда мятость, типа, с середины. Ну, вот. Да я думаю, может, парик хорошо прошит. Вот. И, кстати, я хотела вам еще сказать, что вот YouTube же сейчас меняет свои все правила, да. Вот все вот это вот. Всякие там и на детский контент переходить, или для взрослых ставить. Я, в общем, не знала, да, как поступить. Вот, поставила свой канал, что у меня детское видео. Вот. То есть, видео для детей, ну, мой канал. Вот. И если там даже могут, кстати, удалить, ну, и предупредить хочу сразу. Ну, что-то мне кажется, у нее губы, что ли, вот здесь где-то напечатаны или нет. Ну, в общем, ладно. Вот. Вот. И хочу предупредить сразу, что если вдруг мой канал удалят, котенок этот, этот кукломания, то ищите меня, все мои видео. И, ну, кто любит смотреть, конечно же, там, ну, если вдруг появится у меня еще какое видео. Вот. Ну, и вообще все видео, мало ли кто, может, пересматривает, или кто еще что не видел, потому что там много видео. Вот. Ищите мои видео в моей группе, вконтакте, потому что на Одноклассниках я удалила свою группу, там больше нету. Там она неактивная была. Вот. Все мои видео, моих кукол-обзоров есть, но не только кукол-обзоров там. Вот. Всякое такое вот. Вот. Даже если я, может, и не буду покупать куклы, я могу же идти снимать других там, например, по коллекциям или сравнения. Поэтому, если уж и будут видео когда-то, вот, все видео мои будут в моей группе вконтакте. Ссылку я оставлю под видео, под этим. Вот. Ну, и, в общем, вот, я предупредила вас, что если вдруг случится что-то с моим каналом, или он будет недоступен там, или будет видео вам недоступно, или его удалят, все мои видео будут в группе в моей вконтакте. Ссылка будет под видео. Вот. Ну, и о куколке. С ней также шел, вот, зеленый фон, который я пользуюсь не умею. Это, оказывается, для хромакея как-то там заменять фон. Этим я пользоваться хромакеем не умею, да и мне не нужно. У меня есть вот фоны прекрасные. Я даже могу поставить куклу к компьютерному монитору и сфоткать ее. Поэтому мне вот эти фоны нафига не нужны. Вот, я пробовала скачивать эту программу хромакея, и у меня ничего не вышло. Фигня, в общем. Вот. Такая же подставочка, вот, зеленая, как и у остальных двоих. Вот, Изи и Юки была у нее. Вот. Она вот здесь вот под размер подгоняется, чтобы не болталась. Зеленого цвета, со звездой. Она вставляется в шею. Вот сюда куклы. Значит, у куклы парик, который мне не очень понравился. То есть, он вот так вот ходуном тоже ходит, как у моей куклы Лив. Первый, не шарнирный. Вот. А приклеивать как-то я не хочу. Я даже первую не приклеила. Ну, как-то буду так справляться. Вот так вот придерживая и расчесывать волосы. Слушай, когда видите, ей расчесывать можно, они, парик может шевелиться. Хотя нет, вроде нормально держится. Вот. Ну, в общем, волосы у нее трех цветов. Даже четырех цветов. Розовые. Так. Трех цветов, да. Розовые, сиреневые и зелененькие. Вот здесь пряди, вон, у нее. Шитые. Очень красиво. Я люблю так, когда необычно, да, волосы ни одного цвета. Ну, вот. Ну, по внешнему виду она, в принципе, ничего. Но, а здесь, в принципе, парик-то сам из пластика, я вижу, на пластике, да, он шит. Если его окунуть полностью в воду, я думаю, волосы не выпадут. Я тоже сначала, помню, боялась даже куклам вообще мыть волосы. А потом помыла, и все нормально стало. И даже классно. Первый, который я помыла куклю волосы, это через худ было. У нее вообще там жесть была в волосах. Вот. И все нормально, кстати. И с тех пор я всегда мою волосы. Поэтому, я думаю, что если даже парик помоешь, то будет нормально все. Вот. Вот. Тени там на глазах бирюзовые, глаза зеленые. Так. Голова у нее тоже шарнирная. Ножки, ручки шарнирные. Кисти рук шарнирные. В локтях вот шарниры, в ногах. И даже есть в щиколотках. То есть, она может носить как и обувь на каблуках, так и вот обувь на прямой подошве. Вот с ней в наборе шел телефончик вот такой беленький смартфон. Здесь наклеечка. Так. Сумочка вот такая. Вот она, кстати, расстегивается, чтобы ее вот так же вот одевать, как вот у Изи. И здесь единорог изображен. Вот. Но это я не буду ничем пользоваться. Вот этим это все убирается в коробку. Кстати, вот эти коробки вообще классные. Офигенные. Я туда всю мелочевку от кукол сложила. Всякие сумочки, вот такие телефоны. Всякие там аксессуары кукольные. И вот это вот даже сейчас сложу, тоже оставлю. Вот эти коробки вообще классные. То есть, если будете покупать, не выбрасывайте. Коробка прям очень офигенная. Туда можно сложить любую мелочевку. Даже киндер сюрпризы какие-нибудь. Или там питомцев кукольных. То есть, очень классные коробки прям. То есть, вот, не то, что там купил, да, раскрыл куклу. А еще и коробку сохранил. То есть, коробка еще классная. Вот. Ну, и вот, в общем, кофточка у нее такая вот одета, да. Это вот все отдельно. Кстати, вот у них еще есть грудной шарнир. Хотя, зачем он тут, по-моему. А, он только, он не вот так вот в сторону делается, а вот так вот, видите, вот. То есть, вот. Вот так. Поворачивается, то есть. Кофточка. Здесь у нее лямочки, вижу, вот. На кофточке нашиты. Кофточка тоже такая вот с бирюзовыми рукавами. И вот здесь вот у нее розовые рукава со звездами. Бирюзово-розовая кофточка под ее волосы. Шортики вот такие вот у нее. На липучке. Кофточка тоже на липучке. На ногах у нее одеты небольшие такие, как можно сказать, да, гольфы, не знаю, ну, или не гольфы, просто такие вот, как носочки, но они без носок. Просто вот как вот, видите, то есть. Бирюзово-белые тоже в полосочку. И одеты вот такие вот сандалики белые, которые ничем не закреплены, но я их закреплю, потому что они сваливаются. Даже одна такая вот была в магазине, у которой тушили, свалился в коробке с ноги. И там валяется. Вот. Вот такие вот белые сандалики. С ремешками, тремя одеты у нее на ножичках. В принципе, они хорошо держатся. На всякий случай можно их закрепить резиночкой, чтобы они не упали и не потерялись. Так. Ну, в общем, вот такая вот у меня последняя новинка в этом году. Мой подарок себе на Новый год. Больше точно никого не будет, потому что я буду там работать уже. Вот. И в магазинах нет времени ходить, да и денег не хочется тратить. Ну, еще так же, как я сказала, больше нету желания покупать кукол. Вот. Вот такая вот у меня новиночка к Новому году появилась. Кукла Snapstar, которую зовут Лола. Я ее так и оставлю со своим именем Лола. Вот. Ну, а все мои видео ищите ВКонтакте, как я сказала, уже в моей группе. Вступайте туда. Там и фото можно выкладывать так же. И видео есть все моих кукол. И конкурсы там я тоже создаю в виде опроса. Вот. Ссылку я оставлю на мою группу. Так что заходите, смотрите видео. Все там. Ссылку я оставлю на мою группу.